В этом году профсоюзной организации ядерного центра исполнилось 75 лет. В мае 1947 года прошло первое собрание работников объекта конструкторского бюро «11». В жизни профсоюза было три периода – советский, переходный и период рыночной экономики. Самыми сложными, как считает нынешний председатель Иван Никитин, оказались 90-е. Именно тогда Ивана Александровича выбрали главой профсоюза. О знаковых событиях в истории организации председатель рассказал на пресс-конференции в честь юбилея профкома. Появилось новое направление деятельности профсоюзной организации – это борьба с задержкой выплаты заработной платы. У нас в МИЭФе эти задержки начались практически с начала 90-х годов, уже в 93-м году. В июне под провинным дождем на стадионе «Старт» стоялся митинг трудящихся в МИЭФ с требованием выплат заработной платы. Сегодня профсоюзная организация «РФИАЦ ВНИЭФ» – одна из крупнейших в Российском профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности. Она насчитывает более 13 357 человек. Правком ВНИЭФ сотрудничает с профсоюзными организациями восьми предприятий города, в том числе и клинической больницей номер 50. Среди достижений профсоюза за последние годы запуск дисконтной программы. На ряде предприятий города членам профсоюза ВНИЭФ предоставляют скидки. Будем дальше развивать. Я думаю, надо сейчас все-таки этот дисконт предложить нашим ветеранам, потому что забота о них первое дело, особенно профсоюз. Я так считаю. Говоря о работе с молодыми специалистами, Иван Никитин отметил, что профсоюз эффективно взаимодействует с администрацией ядерного центра. Тем, кто после ВУЗа приходит на работу, в НИЭФ гарантирует высокий заработок. У нас вопросов нет и полное взаимопонимание с руководством. И мы каждый раз в коллективном договоре этот пункт прописываем в поддержке молодых специалистов о гарантированном заработке в течение трех лет их деятельности. Также Иван Александрович затронул вопрос заработной платы всех работников ВНИЭФ. В 2007 году удалось добиться того, чтобы в отраслевое соглашение внесли пункт о ее ежегодной индексации. В этом году зарплаты проиндексировали на 10% с февраля. Кроме того, планируют еще одну индексацию в сентябре.